Спасибо. Значит, да, как сказано, я буду говорить про формулу следов для магнитных ладосянов, и это совместная работа с Искандером Санычем Таймановым. И речь пойдет про спектральную геометрию магнитного поля. И хорошо известно, что когда нет магнитного поля, когда есть просто римманово многообразие, то имеется связь между спектром, собственными значениями лаплосяна на римманово многообразии и длинными замкнутых геодезических. Это связь количественная, это, значит, один из таких классических примеров спектральной геометрии, где такая связь задается количественно с помощью формулы следов, ведущей формулой Сельберга, есть формула суммирования Пуассона, в принципе, и формула дистемата Геймина. И я хочу рассказать про, значит, цель работы, значит, состояла в исследовании аналогичный формул, когда имеется не классический геодезический поток, а магнитный геодезический поток и соответствующие результаты, которые, как бы, значит, общая формула следов, она, как бы, известна, не так хорошо известна, она выводится из общей формулы следов Геймина и доказанная Геймином и Урибе, и я сначала начну с общей такой формулы, а затем я, значит, мы, пишу некоторые конкретные примеры этой формулы для конкретных примеров, для конкретных многообразий. И тем самым, значит, прежде всего я напомню, я начну с магнитного геодезического потока и что я понимаю вообще под магнитным полем. Значит, магнитное поле, это, ну, здесь такой общий объект, как говорится, магнитное поле на многообразиях, то, что называется магнитное поле на многообразиях, значит, я всегда буду говорить о компактном Риммановом многообразии, то есть у меня задано компактное многообразие, У меня имеется Римманова метрика, и магнитное поле задается произвольной замкнутой дифференциальной два формы на этом многообразии. Тогда, чтобы описать соответствующий магнитный геодезический поток, я рассмотрю на кокасательном расслоении, в таком классическом фазовом пространстве классической механики, я рассмотрю не каноническую симплектическую форму, которая задается такой формулой, я рассмотрю то, что называется скрученной симплектической формой, то есть я к ней добавлю вот эту два форму магнитного поля. Тогда, соответственно, например, если у меня имеется произвольный гамильтониан, то соответствующий гамильтоновое уравнение имеет вот такой вот вид. Значит, здесь добавляется вот такой вот дополнительный магнитный член. И в частности, если я в качестве гамильтониана возьму, значит, вот просто чисто кинетическая энергия, квадрат длины импульса, то соответствующий гамильтонов поток, это и есть магнитный геодезический поток. Значит, его уравнение вот имеет вот такой вид, значит, грубо говоря, импульс есть вектор скорости, значит, x с точкой. А вот это уравнение, оно тесно связано на самом деле с уравнениями Лоренса, описывающие магнитное поле, которое, значит, ну вот это гамильтоновый вид этих уравнений, а можно написать также уравнение для, это система дифференциальных уравнений первого порядка. А можно также записать соответствующие уравнения в конфигурационном пространстве. Для этого нужно по имеющейся два форме и риммановой метрики задать соответствующий кососимметрический оператор. И тогда проекция вот такой гамильтоновой, решение гамильтоновой системы на x, то есть на, это будет система дифференциальных уравнений второго порядка. Ну, закон Ньютона, где в правой части стоит как раз вот то, что сила Лоренса. Ну, в классическом случае форма омега, если у нас имеется трехмерный случай в плоском пространстве, то форма, два форма омега соответствует, можно задать с помощью вектора, значит, соответствующая форма, это смешанное произведение трех векторов, значит, здесь это просто, а вот этот оператор G, это оператор векторного произведения, вот с этой, с соответствующим вектором напряженности, и здесь будет тогда классическое уравнение, классическое уравнение для движения частицы в магнитном поле. Значит, чтобы записать соответствующий квантовый объект, мне необходимо не только понять, не только знать про магнитную напряженность, мне нужно также знать про соответствующий магнитный потенциал, и если я предполагаю, что это есть глобально, то это означает, что я предполагаю, что форма точная, и тогда этот потенциал, как обычно, это соответствующая один форма, а если я хочу, я могу рассмотреть более общую ситуацию, и тогда я могу рассмотреть систему локально определенных потенциалов, и это выражается с помощью понятия эрмитово-линейного расслоения. Значит, я должен зафиксировать такой объект, мне нужно иметь комплексное линейное расслоение, ну, это опять же, в принципе, локально, это просто сечение его есть просто функции, значит, эрмитовую структуру на нем, и самое главное, я должен задать связность, то есть возможность ковариантно дифференцировать вектора, то есть оператор дифференцирования первого порядка, хорошо извест, который согласован с эрмитовой структурой, и тогда, значит, чтобы связать этот объект с имеющейся магнитной формой, я рассмотрю понятие связности, в понятии кривизны соответствующей связности, и я предполагаю, значит, если у меня задана омега, то я предполагаю, что вот мое эрмитово-линейное расслоение, оно выбрано таким образом, что выполняется вот это соотношение, то есть в каком-то смысле омега содержит, как бы, скобки пуассона координатных функций, то есть коммутаторы на классическом уровне, а кривизна содержит коммутаторы на квантовом уровне, и это принцип соответствия между классическим и квантовым, и вот такое квантовое линейное расслоение, она есть такая система локально определенных потенциалов, значит, оно не всегда существует, оно существует только тогда, когда выполнено вот такое условие квантования, которое я буду предполагать, если я буду говорить о квантовых объектах, и в этом случае соответствующий магнитный потенциал, магнитный лаплосян устроен следующим образом, ну вот надо, у нас имеется риммонова метрика, тогда у меня имеется скалярное произведение на всех сечениях, которые я здесь рассматриваю, вот в связности, я могу рассмотреть формально сопряженный оператор, поскольку у меня имеется, естественно, скалярное произведение в пространстве Л2, и тогда магнитный лаплосян, он определяется, значит, геометрически это как бы оператор лаплосян-бохнера, ассоциированный вот с этим эрмитовым линейным расслоением, тут не важно, что оно линейное, то есть это общая конструкция, ну а так это выглядит, как просто лаплосян, значит, дивергенция градиента, только дивергенция и градиент, они магнитные. Я сразу же скажу, что моя формула будет асимптотической, поэтому я введу такой вот квазиклассический параметр, который в данном случае будет не принимать дискретные значения, а именно я рассмотрю для любого натурального П, я рассмотрю степени моего линейного расслоения, и соответствующий магнитный лаплосян, действующий вот по этой формуле и зависящий от параметра П, то есть если я хочу что-то, чтобы стремилось к нулю, как обычный квазиклассический параметр, то я должен рассмотреть единицу на П. Тогда этот параметр стремится к нулю, но под дискретному множеству значений, и это вполне известно и вполне привычно, поскольку мы имеем компактное фазовое пространство, мы имеем условия квантования, и дискретное множество значений квазиклассического параметра. Вот давайте теперь посмотрим, как это происходит в таком локальной ситуации, в классическом случае, значит, мы можем рассмотреть пространство РН, значит, рассмотреть просто тривиальное армитово-линейное расслоение. Тогда форма связности гамма, то есть связность имеет вид D плюс гамма, где форма связности должна быть чистомнимой, я буду писать ее в таком виде, чистомнимость определяется условием согласования связанности с метрикой, и вот это как раз и есть магнитный потенциал. Кривизна тогда в этом случае имеет вот этот вид, значит, тут И, и это И исчезает, если я умножаю на той И, которая вот у меня была здесь, значит, и в этом случае магнитная форма Омега в точности совпадает с классическим понятием магнитного поля. То есть это в классическом случае у нас магнитное поле, это, как я сказал, два форма, или то же самое, что вектор, оно должно быть, оно должно быть, значит, и это условие означает, что этот вектор есть ротор магнитного потенциала. Значит, если я возьму риммону метрику, это просто стандартная риммонова метрика на моем пространстве РН, то магнитный лапласиан, вот он имеет такой вид, то есть вид обычного лапласиана, здесь стоит вот такая магнитная поправка, и большой, вот квазиклассический параметр, он входит здесь, то есть P стремится к бесконечности, это как бы предел сильного магнитного поля. В этом, в моем случае, значит, вот такой квазиклассический предел, это то, что называется предел сильного магнитного поля. И, значит, теперь как же я буду связывать эти два объекта? Классический, то есть магнитный геодезический поток и квантовый. Значит, я рассмотрю, естественно, ну, как я уже и обещал, я рассмотрю собственные значения моего оператора, они зависят от параметра P, и немножко их регуляризую, значит, вот отделив, как бы, честно говоря, от нуля, значит, вот возьму, добавлю здесь P квадрат, то есть вместо модуля собственного значения буду рассматривать, под который есть негладкая функция, буду рассматривать такую стандартную регуляризацию около нуля, значит, корень x квадрат плюс один. И по этой причине, значит, у меня... И далее я рассмотрю вот такую функцию, я зафиксирую некоторое значение E и зафиксирую некоторую гладкую функцию, я рассмотрю вот такой объект, такую последовательность, зависящую от P. И здесь вот, то есть, что я делаю? Я говорю, что P у меня стремится к бесконечности, значит, я рассматриваю собственные значения моего оператора, которые вот соответствуют этому P, но и в то же время, которые вот находятся недалеко от вот этого EP, то есть у меня P стремится к бесконечности, но и соответствующие собственные значения, которые я рассматриваю, они тоже растут, то есть они непроизвольны, они находятся в некоторой близости от вот такого числа, они линейно растут, и линейный рост задается вот числом E. И оказывается, что вот асимтетическое разложение, асимтетическое разложение вот такого и вот последовательности при P стремящемся к бесконечности, имеет выражение, значит, выражается в терминах классического магнитного потока при заданном уровне энергии. E как раз будет уровнем энергии. Это и будет формула следов для магнитного лапласиана, которую я обещал. Фифинитная, ну да, то есть здесь у меня написано вот, да, фифинитная для простоты. Ну, в принципе, можно шварцевская. То есть она как было, как я объяснил, на самом деле хорошо бы рассмотреть просто число собственных значений, которые находятся вот в такой вот полосе, значит, с данным углом наклона. Но лучше рассматривать сглаженную версию. И вот такая эта сглаженность задается вот этой фифинитной функцией. Значит, прежде чем говорить, ну, поскольку я перешел тут к каким-то корням, значит, я должен и соответствующую регуляризацию из гамильтониана магнитного поля сделать. То есть вместо вот просто длины, такой, я рассмотрю длины вот кинетической, вместо квадрата длины, я рассмотрю вот такой вот, опять же, такого же рода регуляризованный объект. Это приводит к тому, что на каждом уровне энергии у меня вот появляется дополнительный множитель Е. Только и всего. То есть на каждом уровне энергии происходит изменение масштабов по времени. Чисто такая техническая вещь. Значит, вот такой поток. На самом деле я буду рассматривать вот такой вот гамильтонов поток. И как обычно, чтобы во всех формах следов, которые выписываются, мне нужно условие невырожденности этого потока, которое в данном случае более общим образом формулируется как условие частоты потока. Значит, и частота потока, она, опять же, определяется на фиксированном уровне энергии, соответствующей какому-то значению Е. И если множество периодов потока дискретно, то имеется дискретный набор периодов, ситуации могут быть разные, то это означает, что, прежде всего, множество соответствующих траекторий периодических есть многообразие, то есть их объединение есть многообразие. И касательное пространство, то есть может быть семейство таких замкнутых траекторий, но и касательное пространство к этому многообразию, оно отождествляется с неподвижными векторами дифференциала. То есть это как бы мы отсекаем тем самым, может быть, эллиптические, гиперболические, параболические случаи для особых точек. Но мы исключаем непатентные случаи или особые точки типа узла или вот такого рода вырождения. И при таком условии, значит, вот формула следов, геймина уриба, выглядит следующим образом. Я напоминаю здесь, что я рассматриваю вот такой вот объект, где лямбда связана с собственными значениями. И оказывается, что в этом случае, что вот эта последовательность чисел допускает асимпетическое разложение вот такого вида, где коэффициенты это не есть на самом деле числа, но они ограничены по времени. То есть коэффициенты осциллируют. И на самом деле вот эта осцилляция коэффициентов содержит важную геометрическую информацию о потоке, о которой я сейчас объясню. Значит, прежде всего, как в любой формуле следов, обычно две части, что происходит в нуле и что происходит вне нуля. Значит, в нуле, причем в нуле здесь, значит, ноль, нужно понимать, нужно рассматривать преобразование фурье функции фи. И нужно рассматривать, вот если, допустим, что это преобразование, ну вот да, вот здесь действительно я должен рассматривать фи не фенитный, фи из пространства Шварцова лучше рассматривать, потому что лучше говорить о фенитности преобразования фурье. Но на самом деле это просто для удобства. То есть я описываю носитель некоторой обобщенной функции, поэтому я говорю про часть, значит, около нуля вот эти коэффициенты устроены следующим образом. Это просто есть с точностью до некого, значит, это есть вот значение в нуле преобразования фурье, а коэффициент это есть объем. Это такой, как бы, вейлевский член в формуле следов. И, а вот вклады периодов, они такие, опять же, допустим, вклад, ну, можно не думать о периоде, можно говорить просто о том, что вот около Т, значит, как бы, на самом деле у нас есть сумма, и вклад вот от каждого периода выглядит следующим образом. Нужно взять вот это множество периодических траекторий данного периода, нужно взять все компонентные связности, вот максимальной размерности К, тогда вот этот степень, с которой все начинается, значит, Д, это вот этот степень П, это есть, значит, К минус 1. И формула для старшего коэффициента имеет такой вид, вот здесь опять, значит, значение преобразования фурье в периоде, а здесь у меня вот имеется некоторый осциллирующий член, ну, сигма же, это то, что называется индекс Маслова, значит, такой индекс типа Маслова, или здесь лучше даже можно сказать типа Конлицендера, он не зависит от П, значит, типа плюс-минус 1. На самом деле он просто, вот сигма принимает значения, ну, целые значения. А вот здесь, значит, вот здесь содержится, здесь, значит, некоторая величина, которая можно представить как интеграл по вот этим компонентам Y к житым, а здесь вот как раз содержится осцилляции. И осцилляции, значит, вот осцилляции в зависимости от П, они, вот S это то, что называется действием замкнутой геодезической. То есть, вот, как я говорил, коэффициенты в формуле, они не есть константы, они есть осциллирующие функции, осцилляции создаются действиями замкнутых геодезических, и действие определяется следующим образом. Значит, если у нас в случае, когда имеется глобально определенный потенциал, магнитный потенциал, то есть, когда форма просто точна, то в этом случае действие задается вот такой формулой. Здесь L это длина и геодезическая, E это уровень энергии. Вот такой корень страны появляется, потому что я регуляризацию Гамильтаняна делал, как корень из H плюс, как бы, корень из X квадрат плюс 1. А здесь вот это, значит, нужно проинтегрировать просто вдоль гамма вот эту форму. Или наоборот, проинтегрировать саму форму вдоль проекции кривой на конфигурационное пространство. А в случае произвольной формы омега действие определяет, действие определено не только с точностью до 2П, до кратных 2П. И в этом случае вот этот объект, то есть плюс-минус зависит от того, что T либо положительно, либо отрицательно, то есть мы идем, зависит от того, мы идем в прямую или в обратную сторону. А вот здесь, значит, аналог вот этого члена, это нужно рассматривать, это форма, раз это у нас в данном случае у нас это связность, то у нас вдоль кривой, вдоль проекции на конфигурационном пространстве определен параллельный перенос и параллельный перенос. И это просто вот голономия вот этой связности по отношению, значит, по отношению вот голономия вот это вдоль этого пути. Значит, вот это общая формула, значит, общая формула, она состоит как бы из двух частей. И, наконец, если у нас имеется просто не семейство, не семейство траекторий, а единственная периодическая траектория, которая не вырождена, и не вырождена, и в этом случае вот эта D, эта степень, она равна нулю, и тогда вот такая имеется известная формула, она также известна вот в формуле следов для риммонова-лапласиана формулы дистемата-геймина. Значит, здесь вот опять индексы Маслова здесь присутствуют, здесь вот присутствует действие, и то, что новое, значит, вот здесь это примитивный период, то есть мы рассматриваем геодезическую, она может несколько раз обходить вокруг кривой, значит, поэтому это наименьший период. И невырожденность означает, что, значит, вот если у нас есть отображение Пуанкаре, то вот, значит, мы должны рассмотреть вдоль кривой, должны рассмотреть отображение Пуанкаре, и вот детерминант вот этого, то есть отображение Пуанкаре не имеет единицу как собственное значение, то есть вот этот детерминант вот этого отображения Это уже на причину от нуля. Значит, вот это такая общая формула. И давайте теперь я, значит, как я говорил, это общая формула, она как бы вот, она доказывается довольно-таки таким сложной техникой микролокального анализа, используя интегральные операторы Фурье. И в частности, значит, давайте я теперь покажу, как ее можно вот в таких модельных примерах, прежде всего в самом простом примере, значит, все вычислить руками, и как эта формула вообще получается, и как получается осцилляция, и все тому подобное. Значит, я рассмотрю такой классический случай постоянного магнитного поля на Тори. То есть я рассмотрим Тор, плоская римманова метрика, значит, линейное расслоение на Тори, я буду рассматривать вот такое, что сечение его, они имеют, они обладают, при сдвиге на единицу, они умножаются вот на такой множитель, а при сдвиге здесь на единицу, они периодичны. Тогда, поскольку вот эта функция должна быть периодична, значит, B не может быть произвольным. B это есть кратное 2π, это и есть как бы условие квантования. Я возьму минимальное, то есть я положу B равно 2π, тогда соответствующая эрмитова связность создается вот такой формулой, 2π, это стандартная, значит, линейная связность. Значит, магнитная форма вот такая. Теперь спектр оператора, ну вот я напомню, как он вычисляется, значит, вот так выглядит сам оператор. Значит, нужно, пользуясь вот тем, что здесь у меня имеется периодичность по Y я сделаю преобразование Фурье. Все сводится тогда к гармоническому осциллятору, но поскольку вот есть второе условие, оно дает, значит, не все у нас коэффициенты УК произвольны, тоже есть некоторая периодичность. Отсюда получается, что собственные значения, ну вот это хорошо известные уровни Ландау, собственные функции, выписываются таким образом. Ну и вот из условий периодичности получается, что кратность каждого собственного значения равна P, то есть уровни как бы растут линейно по P и кратность растет по P. И оно это всегда на самом деле так, когда мы имеем в данном случае интегрируемый магнитный геодезический поток. Значит, величина, которую мы хотим рассматривать, она имеет вот такой вот вид, значит, с функцией FI, значит, здесь такой вот корень, значит, добавили к собственным значениям P квадрат, взяли корень, отняли E, P, и здесь из-за кратности еще появляется P. Ну, теперь, значит, P стремится к бесконечности, нам нужно как-то попытаться, мы хотим найти асимптотику. Для этого вот нужно, понятно, что главный член, причем нужно оставаться около этого уровня E, P, то есть здесь мы тоже должны что-то выделить, чтобы было начиналось с E, P. Поэтому мы сделаем вот такую замену индекса суммирования, получаем вот такое вот выражение, и вот здесь появляется дробная часть, мы не всегда можем попасть точно в E, P, чтобы, потому что мы работаем с целыми числами, и поэтому здесь появляется вот такая дробная часть, которая будет источником тех осцилляций, которые появятся в формуле следов. Ну и дальше, значит, стандартные методы, значит, мы используем, вот я напомню, формулу Тейлора, вот она такая, мы ее применяем, сохраняя вот эти ограниченные величины. Потом мы берем для функции φ, тоже используем формулу Тейлора, значит, все раскладываем в ряд Тейлора, и понятно, что мы получим асимптотическое разложение вот такого вида, где ограниченность вот этих коэффициентов и их осцилляции следует из того, что я вот сохраняю вот эти члены, которые зависят от П, но они ограничены по П, и здесь стоят их степень. Вот, тем самым, значит, вот, как бы здесь понятно, что вот асимптотическое разложение для нашей функции, оно имеет такой вид. Теперь как вычислить их коэффициенты? Значит, ну, надо, понятно, что это все конструктивно делается, значит, в первом порядке мы получаем вот такую вот сумму. Значит, здесь зависимость от П, и что мы делаем? Ну, мы, значит, сумма ПН, значит, что мы делаем? Мы применяем формулу суммирования Пуассона. Значит, вот эта формула суммирования Пуассона, которая перегоняет вот эти разности, вот эти слагаемые в экспоненты. Отсюда появляются вот, значит, вот здесь такие вот наши экспоненты. Здесь появляются вот некоторые множители. Вот такая формула. Здесь о дробной части, поскольку все, опять же, по модулю 2П, мы о дробных частей избавляемся. И вот такая формула получается. Также можно следующие, то есть, вот, например, следующий коэффициент, опять же, применяя формулу суммирования Пуассона, более хитро, значит, вот такую формулу мы получаем, и так, напоследок, нам можно все коэффициенты вычислить, не только, как бы, ведущие, и сказать, чему они равны. Ну, теперь давайте сравним с общей формулой. Для этого нам нужно сказать, что же, что такое здесь классический объект. Значит, классический объект, для классического объекта нам не нужно условия квантования. То есть, мы можем здесь работать даже с произвольной магнитной формой. То есть, В может быть произвольным числом. Значит, вот такой гамильтониан. Значит, вот такая система для данного уровня энергии. Вот она, такая система получается. Ее можно просто решить. Получаются окружности. Как говорят, ларморовские окружности. Значит, движение по ТН на магнитном поле происходит по окружностям. Значит, каждая траектория периодична. Значит, вот все здесь мы вычислили. И мы можем вычислить действие. Значит, вот действие, длину вычислили, интеграл по форму. Действие вот равно вот такому величине. И можем вычислить также объем, понятно, вот нашего уровня энергии. Это все очень просто делать. Ну, теперь давайте сравним, что мы имеем в общем случае. Что мы имеем вот. Значит, вот общее. Вот у нас, значит, это вот. Это вот, я напоминаю формулу, которую мы вывели руками. Из явного вычисления. Значит, прежде всего вклад нуля. Значит, если k равно нулю, здесь ничего нет. Здесь тоже нет. Вот, значит, получается просто e делить на 2π, преобразование в форье в нуле. И сравнивая вот объем 2π, это согласуется вот с такой вот формулой. Значит, нет, здесь в нуле нет никаких осцилляций. Ну, просто объем фазового пространства. Вот, теперь для, следующее, вот, для произвольного k, ну, вот опять же сравниваем. И здесь мы видим, значит, вот здесь k, e, здесь t. Значит, ну, мы видели, что каждая, вот как раз t равно e, это период каждой траектории. Ну, k, это сколько раз мы обходим вокруг траектории. Значит, вот, если здесь мы сравниваем, мы видим, что вот индекс Маслова здесь должен быть равен. Вот этот индекс, целочисленный, должен равен быть 2. И это тоже можно вычислить довольно-таки непросто, на самом деле. Ну, как бы движение по окружности, в конце концов, имеет две точки поворота. В каком-то смысле это оправдывает все вычисление. И, наконец-то, сравнивая вот это слагаемое, асцеллирующее, с общей формулой, мы видим, что как раз вот то, что, то вычисление для действия, то есть вот s равно 1,2 e квадрат минус 1, значит, вот то вычисление, которое здесь у меня было, вот, для действия, оно как раз совпадает, оно задает асцелляцию. Значит, вот это такая, как бы, магнитная формула Пауссона в каком-то смысле, которая имеется в случае плоского Тора. Значит, аналогичное вычисление можно, естественно, рассмотреть на сфере. Значит, можно рассмотреть круглую сферу. Значит, круглая означает, что мы просто рассматриваем, значит, сферу радиуса r в пространстве, в трехмерном пространстве. Значит, в сферических координатах метрика задается таким образом. Значит, здесь опять имеется условие квантования. Условие квантования состоит в том, что магнитная 2-форма, она должна быть полуцелым кратной формой объема. Мы берем в качестве форм, значит, берем самую минимальную возможность, то есть половину объема, формой объема, значит. И в этом случае, значит, вот этот случай характерен тем, что в этом случае нужно рассмотреть, значит, нет глобально определенного потенциала. Здесь действительно нужно работать с расслоениями реально. И вот эта система, она в физике, в квантовой физике возникает, как модель, описывающая спин частицы, а для магнитного систем, это система, описывающая так называемый монополь Вуянга, и это попытка описать гипотетически существующий или несуществующий магнитный монополь Дирака. И здесь действительно существенное расслоение, если посмотреть книги физические по магнитным монополям, там, чтобы описать монополь Дирака, есть большое всегда введение, что такое линейное расслоение и тому подобное. То есть здесь действительно простейший пример, когда мы действительно должны работать с нетривиальным линейным расслоением. Вот. И я не буду здесь... То есть опять же все можно проделать. Можно выписать расслоение, можно выписать спектры, и аналогичным образом, используя формулу Пуассона, можно конструктивно, без всякого, значит, руками, соответствующую формулу следов доказать, и она вот имеет вот такой вид. Значит, в данном случае, опять же, ситуация такая, что все магнитные геодезические периодичны. Это просто сечение небольшие круги, как без магнитного поля, а плоские сечения сферы под определенным углом, значит, и опять же, вот коэффициенты вот такой вид имеют. И здесь опять вот то, что вот здесь стоит, связано с периодом геодезического потока. Здесь некоторые объемы стоят. Ну, я R вот, я выделил здесь R, чтобы видеть, как бы R это определяет, она характеризует метрику, то есть вот как бы зависимость от метрики, она таким образом устроена. Значит, здесь у нас вот это, то, что получается от действия, и опять величины типа индекса Маслова, они включаются вот в эту формулу. Вот, теперь, какой следующий пример, естественно, рассматриваем. Значит, вот опять же, можно вычислить второй коэффициент и так далее, то есть все коэффициенты явно вычисляются. И следующий вопрос, естественно, какой они геометрический смысл, может быть, имеют. И здесь можно как бы посмотреть и посчитать, что и как они задаются. Вот, что интересно, что формула упрощается, когда R равно 1,2, то есть когда действительно метрика согласована с магнитным полем, здесь получается как бы Кейлера в случае. Вот, следующий пример, естественно, плоскость Лобачевского, гиперболическая плоскость. Опять здесь сначала, если мы рассмотрим на самой плоскости, на гиперболической плоскости, то у нас связанность задается магнитным потенциалом. Значит, вот такая форма объема. Значит, теперь мы можем рассмотреть фундаментальную группу Риммановой поверхности, то есть рассмотреть некоторую решетку, задающую Римманову поверхность. Тогда у нас появляются условия квантования, они имеют вот такой вот ветвь. Где же это род поверхности? Вот, и опять, соответствующее линейное расслоение, оно связано с пространством автоматных форм, веса задаваемого величиной магнитного поля. Это я не буду описывать. И опять же, можно все вычислить, спектр вычисляется. Да, вот я хотел сказать, что как бы вот как и в случае сферы, так и в случае гиперболической плоскости, значит, соответствующие собственные значения, они, естественно, называть уровнями Ландау, то есть сферические уровни Ландау, здесь гиперболические уровни Ландау, они здесь устроены несколько более хитро, и что здесь характерно, характерно появление некоторого уровня энергии, которое разделяет поведение, как на классическом уровне, как и на квантомом уровне. На классическом уровне это так называемый уровень Манье, он в данном случае действительно равен, ну, поскольку здесь говорится про Е, то Е это корень из двух, а он известен для магнитного гидрозического потока, и этот же уровень Манье, оказывается, мы можем увидеть и со спектральной точки зрения, то есть он имеется в нашей формуле, то есть как бы имеется две части, ниже него это как бы такая интегрируемая часть, где все мы можем посчитать руками, а выше него это несколько другая уже область, в которой на самом деле поведение становится более похоже на случай, когда вообще у нас не имеет, нет магнитного поля, то есть на случай геодезического потока, то есть магнитный геодезический поток будет сопряжен к геодезическому потоку, и мы рассматриваем, когда случай интегрируемый, и вот в этом случае опять же, вот именно вот для этой части собственных значений, их можно выписать явно, и все явно посчитать, что вот здесь опять же сделано, значит, вот здесь видно, вот это опять отражение, 2G минус 2, это отражение вот некоторых объемов, это на самом деле связано с объемом риммановой поверхности, значит, здесь опять вот периоды, мы видим, что периоды как бы имеют особую точку, когда Е равняется корень из 2, значит, индексы Маслова и действия, и что еще интересно, что в отличие от предыдущих примеров, когда вот здесь мы видели всегда, у нас было действие положительное, здесь у нас стоял отрицательный осциллярующий показатель, здесь у нас действие получается отрицательным, здесь у нас мы видим, ну оно, конечно, с точностью до 2П определено, в каком-то смысле это условность, но оно, значит, тем не менее, мы можем чувствовать вот этот опять же уровень, и в каком-то смысле вот ниже уровня корень из 2 действия у нас отрицательно, а потом, переходя через него, оно становится положительным, и, как я сказал, все становится ближе к такому немагнитному случаю, вот, и опять же можно посчитать, скажем, второй коэффициент формул, опять можно анализировать и сравнивать, какие получаются формулы, где мы видим кривизну, а где мы ее не видим, и вот это три примера, в которых мы можем, и во всех этих трех примерах мы знаем, что наши магнитные геодзические, они идут в семействах, то есть все траектории периодичны, у нас имеется семейство периодических траекторий, но имеется интересный и такой очень явный пример, когда у нас, мы можем сказать, что вот у нас имеется не семейство и такие невырожденные, то есть вырожденные семейства геодезических, а всего лишь счетный, конечный набор геодезический, и это то, что мы называем магнитный пример катка, и вот это следующий пример, который я буду рассматривать, он опять, значит, мы... Что? Ну он на магнитном поле как бы. Ну хорошо, ладно. Ладно. Ну иногда называют магнитным... Я хотел... Ладно, да, хотел выделить слово, что здесь все-таки... Ну я скажу, как он связан. Значит, мы рассматриваем двумерную сферу, опять же, круглую, но теперь в сферических координатах метрика задается вот таким... в такой форме, где эпсилен это некоторый параметр. Значит, если эпсилен равно нулю, то мы получаем просто, опять же, сферическую метрику. Значит, магнитное поле задает... Магнитное поле, в отличие от предыдущего случая, в данном случае мы предполагаем, что оно является точным, вот и имеет вот такой вот вид. Значит, что в данном случае мы знаем? В данном случае, к сожалению, мы не можем вычислить спектр. Это не так просто сделать. Но формулу мы можем написать, и вот эту формулу мы теперь... Я ее напишу. Во-первых, значит, формула около нуля, она, опять же, значит, вклад в нуля, он описывается вот таким образом, и это просто связано с объемом фазового пространства. Здесь все понятно. Что происходит вне нуля? Ну вот вне нуля происходит, что для определенного уровня энергии, для формулы... Именно для Е, равного корня из двух, мы имеем вот такое вот, опять же, стандартное симпатическое разложение, но теперь оно начинается, как мы видим, значит, со степени, с нулевой степени. То есть, если раньше там у нас начиналось с первой степени, как, скажем, вот и здесь тоже, вот оно начинается в первой степени. Здесь оно начинается с нулевой степени. Это отражение того, что мы имеем именно просто дискретный набор замкнутых геодезических, и вот такой вид оно имеет. Здесь опять, значит, вот эта формула, и о ней я теперь более подробно поговорю. Как я сказал, что в данном случае про спектры мы сказать мало что можем, а вот про классический объект я теперь скажу. Значит, вот это Гамильтонян имеет такой вид. Значит, мы можем написать систему, опять же, Гамильтонову на данном уровне энергии. И, значит, эта система на самом деле интегрируема, но не то, она не, это не отражение, на самом деле не только для, вот, если здесь общая зависимость есть от этого, то эта система интегрируема, то есть это как бы пример интегрируемого магнитного геодезического потока на двумерной сфере. Значит, не всегда имеется дополнительный первый интеграл, но в данном случае мы можем выписать, вот, имеется два таких периодических решения, которые просто означают, что у нас имеется движение по экватору. Причем, как бы, движение плюс-минус здесь стоит, то есть движение по экватору либо в одну сторону, либо в другую сторону, и от этого зависит многое что. Значит, вот мы можем вычислить, опять же, все объекты, то есть мы можем вычислить период и вычислить действие. И что, и вот теперь, что касается катка, это, значит, суть состоит в том, что вот если е равно корню из двух и эпсилен и рационально, то оказывается, что вот эти два периодических решения, которые очень просто найти руками, это есть единственные периодические решения, которые имеются в данном случае, и чтобы это увидеть, вот мы на самом деле должны связать это вот с примером катка, значит, а это означает, что сначала мы мы должны использовать так называемый принцип Моппертии-Лагранжа, то есть свести его к финцлеровой метрике, то есть, а затем, и вот этот уже, то есть мы используем, используя вот что на данном уровне энергии, вот эта магнитная система, она задается некоторым финцлеровым лагранжаном, и этот финцлеровый лагранжан, это в точности есть финцлеровая метрика, которая была построена катком, как возмущение стандартной метрики на сфере. Значит, каток в 73-м году построил и доказал, что вот если, что можно так возмутить, вот таким вот образом возмутить стандартную метрику на сфере, что до возмущения метрика будет интегрируема, и метрика имеет бесконечное множество замкнутых геодезических, а предоставить сколь угодно малое возмущение, вопреки теории Кам, поскольку здесь это вырожденный случай, то есть ситуация с симметриями, и гамильтанян и симметричен, вопреки теории Кам, то у нас остается только две замкнутых траектории, и ровно две, и вот используя этот факт, мы говорим, и мы утверждаем, что в нашем же случае мы также имеем только две замкнутых траектории, что приводит вот к такой формуле, и в частности, вот оказывается, что здесь у нас, вот этот плюс-минус выражается в том, что у нас здесь всегда имеется два слагаемых, значит, вот это у них разные действия, вот этот синус, это есть вот остаток, значит, мы должны вычислить отображение по Анкаре, вычислить детерминант единица минус p, разные вот эти детерминанты, значит, здесь у нас имеется два разных вклада, и в отличие от тех периодических траекторий, когда вклад был один, поскольку их можно было соединить кривой из периодических траекторий, в данном случае они как бы вот одна траектория, вторая траектория, вот это общий вклад. Ну и вот на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот общая формула, она на самом деле, вот формула Геймина Уриба, она имеется для произвольной группы ли. То есть она имеется и для, не только для магнитных полей, но и для полей Янга-Милса. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ